Полные трибуны, жуткий шум и боевой настрой. Наши болельщики еще до начала финальной встречи были нацелены на победу. Первый период начался с удаления игрока Нижегородской команды. Он буквально перевернул нашего вратаря. Спустя несколько минут счет открыли динамовцы. Первый период на табло 1-0 в нашу пользу. Оптимизм болельщиков лишь нарастает. Думаю, что с такого начала, конечно же, мы победим. Большая поддержка пришла. Просто все болеют за них. Поэтому все шансы есть на победу в этой игре. Второй период начался не так хорошо. Нам закатили шайбу в самом начале, а потом еще и на 13-й минуте. Но за три минуты до конца периода наши красиво сравняли счет. Первый раз сегодня на какие атмосферы. Просто пушка. Народу много. И я очень рад, что я сегодня пришел сюда. Побольше таких турниров. Международный он у нас. Как-никак. Для нашего города это очень даже хорошо. Во время третьей 20-ти минутки у болельщиков был повод хвататься за сердце. Сначала от радости за красивый гол, а потом за удаление сразу двух наших игроков. Несколько минут динамовцы отбивались от атак новгородской команды. Втроем против пяти. Но ни одной шайбы не пропустили. А на последних минутах забили еще один гол. На последней минуте не было ясно, кто выиграет. Хорошо ребята забили четвертую шайбу, что облегчило нам задачу. Они сделали все, что могли. Но в хоккее один победитель. Были две хорошие команды, хорошая игра. Кто-то должен был победить. Но, к сожалению, оказались не мы. В ННГУ забрали почетное серебро. Кубок и золотые медали турнира достались команде «Динамо Алтай». Это уже вторая их победа на Student Hockey Challenge. И, к сожалению, для этого состава последняя. Многие хоккеисты выросли из студенческих турниров. Очень хорошо так играть, когда полный трибун. Когда столько народу эмоций зашкаливают. Мне кажется, мы даже за счет болельщиков выиграли эту игру. Спасибо им большое. Пусть также приходят на хоккей. Дарина Миллер, Илья Халяпин. День с толком.